здравствуйте это канал максимадзе и сегодня мы будем изучать правила дорожного движения мы будем изучать знаки дорожного движения сегодня у нас короче говоря приложение это на android она называется тренажер знаки pdd можете скачать play маркете она абсолютно бесплатная и вообще весит немного очень хорошие у него отзывы есть реклама я ее отключил рекламу с какие-то после окончания вопросов по теме тренажеры которым который мы сейчас всего который мы сегодня как раз таки будем выполнять но бережи чем покажу давайте покажу вам это приложение само во первых статистика это это сколько мы всего играли так сказать и правильно вопросы отвечали пока что статистика пуста потому что я ни разу не играл и как вообще я решился вот вот выбрать это приложение у меня друг один рассказывал мне что начал интересоваться pdd начал правила изучать всякие знаки потом скачала вот это самое приложение говорит ты не будешь против если я тебе буду делиться результатами успеха в этом со знаниями пдд я говорю да нет не против потом мне назвал приложение показал им нету теперь тоже стало интересно попробовать самому в общем давайте попробуем вместе с вами знание пдд подтянутся так и у меня как у меня так и у вас возможно ну и короче говоря правило дорожного движения мы можем почитать вот здесь здесь целых двадцать пять статей много чего по написано делиться нарушающие правила несут ответственность связи с действующим законодательством это абсолютно верно я нет о некоторых вещах знаю уже вот здесь много чего написано я не буду это читать потому что это надолго это на очень долго сказать если хотите почитать это полезно будет очень просто скачать и приложение в плей маркете я играю на блуз таксины и на ногсе на эмуляторе андроида знаю некоторые вещи например вот если за рулем пьяным проехаться и тебя там сотрудники дпс поймают то тогда если при пьяном тебя признают то тогда штраф 30000 рублей и лишение прав на от полутора до двух лет за вождение бесправ также если поймают дадут штраф от 5 до 15 тысяч рублей и в обоих случаях машину угонят на штрафстоянку вот ненавижу когда меня откликают это же забыл о чем сейчас говорил а блин короче говоря дам дам совет для некоторых водителей у которые любят выпить дам один совет ни в коем случае если вы выпили не садитесь пьяными за руль но а даже и ну а если вы поехали если вы поехали как там едете так шатко немного что на вас попала ориентировка что у пьяный водитель вас остановили гаишники то обязательно соглашайтесь пройти экспертизу на алкоголь на алкотестере обязательно соглашайтесь потому что если вы выпили немного но тем не менее на вас ориентировка или вообще не выпивали но на вас ориентировка пришла обязательно соглашайтесь и ни в коем случае не говорите так я не буду проходить потому что я не пьяный это не прокатит если откажешься от экспертизы это будет при это приравняется как пьяное вождение тебя короче оформят и все лишишься прав и штраф будет мой если ты не выпивал на ли тебя ориентировка пришла то соглашайся пройти экспертизу алкотестер если покажет что состояние что ты не пьян то тогда тогда тебя таксу тогда это проканает ну и собственно говоря допустимая норма на алкотестере это 0,16 миллиграмм на литр если выше что-то то это уже устанавливается состояние пьянения так что вот такой совет но теперь также есть раздел все знаки мы можем по можем прочитать я не изучал их сейчас в этом приложении не запоминал знаков очень много я не стал запоминать каждый чтобы так сказать вместе с вами память свою проверить я самого детства знаю некоторые знаки у меня была книга одна синяя рваная вся нафиг про правила дорожное движение с иллюстрациями с картинками и я помню там на последних страницах был полный список всех знаков дорожного движения с под каждым знака было написано что он означает как он называется ну в общем давайте перейдем уже к самому тренажеру 8 тем у нас есть начнем сначала предупреждающие знаки предупреждающие знаки выглядят как треугольник с красным ободком для тех кто не знает и запоминайте здесь можем узнать сколько всего вопросов здесь сколько всего знаков довольно таки много 46 давайте пройдем их так здесь у нас нарисована корова и и три варианта ответа у каждого будет дикие животные перегон скота перегон скота запрещен запрещен если запрещен то тогда знак будет круглый запрещающие знаки они красный круглые дикие животные насколько я помню обозначаются лосьем или оленем кем там еще то ли лось то ли олень нарисован на знаке корова это как бы животное скот поэтому перегон скота я так понимаю да правильно ремонта дороги нет ремонт дороги выглядит не так искусственная неровность неровная дорога тут либо неровная дорога либо искусственная неровность но мне мне что-то кажется жить неровная дорога давайте время ну да правильно опасная обочина съезд на обочину узкая обочина так но узкая вряд ли потому что здесь как-то не обозначено что это узкая какие-то камушки нарисованы видимо это опасная обочина эти камушки как бы опасности говорят наверное так крутой подъем крутой спуск скидка 12 процентов на скидку 12 процентов не смотрим это тупо для прикола все такой вариант ответа вставили крутой подъем или крутой спуск давайте рассуждать обычно все слева направо идет у нас чаще всего так что наверно слева направо у нас как раз таки идет спуск наверно наверно спуск я думаю да правильно правильно я рассуждал абсолютно так вот это уже так железнодорожный переезд со шлагбаумом железнодорожный переезд без шлагбаума осторожно забор забор вряд ли потому что я такие знаки часто вижу на железнодорожных переездах на всяких так что забор вряд ли к нам подойдет наверное это не забор это рельсы нарисованы но никакого шлагбаума тут не нарисовано наверное железнодорожный переезд без шлагбаума что что со шлагбаумом ну ну блин ну блин знает это не очень-то похоже на шлагбаум это на забор больше похоже это не никак не похоже на шлагбаум вы чё так что вот вот здесь вот немного нелепо получилось но ладно знак конечно обозначает именно вот этот вариант но знак нарисован так что этот забор это забора не шлагбаум товарищи те кто придумывает знаки срочно поменять этот знак нарисуйте шлагбаум продолжить ладно один неправильный ответ неправильный ответ обозначаются красным цветом а правильный зеленым так затор движение в колонии обгон запрещен нет обгон запрещен выглядит не так я знаю как он выглядит затор или движение в колонии у нас редко выглядит нас редко бывает движение в колонии наверное затор ну да затор точно пляжный пляж чего а платный пляж выезд на набережную въезд на пляж ну как-то уж вряд ли пляж вот выглядит вот так вряд ли тут обрыв пляж и там уже вода пляж это это сразу бежишь там равна на на прямо ровне с землей с песком это видимо набережная правильно точно так пересечении с велосипедной дорожкой и велопешеходной дорожкой стоянка для велосипедов запрещена стоянка для велосипедов наверное это стоянка для велосипедов хотя они хотя нет подождите пересечения 입니다 верно белый в пешеходной дорожке наверное этот вариант но я не уверен точно точно правильно правильно все-таки решил трёхпутная железная дорога многопутная многопутная железная дорога 2 дорога да эти вот эти вот черточки кресты я как раз таки виделoooo na железнодорожных переездах это как раз таки ним относится действительно ну вот 1 2 и 4 но это уже не двух не трех видео многопутная железная дорога да правильно так вот такие знаки тоже на железнодорожных я видел но не вот что обозначать не знаю ну давайте посмотрим еще по вариантам однопутная железная дорога до населенного пункта один километр приближение к железнодорожному переезду однопутная железная дорога или приближение к железнодорожному переезду так блин либо этот либо этот давайте этот попробуем о угадал а я думал что неправильно я и вот тут я реально не знал так это знак я точно видел он обычно на таких вот больших вот дорогах когда идут когда идут поворот он обозначает направление поворота отлично а я случайно нажал блин я нажал случайно я знал что я знал что это опасный поворот и случайно если я руку положил на мышку и так сказать и щелкнулась левая кнопка вот ох как я лоханулся сейчас но это но да это опасный поворот они вот такие вот крутые ну или крутые пора в общем вот так вот вот так вот случайно получилось приближение к железнодорожного переезда это снова тут уже правда две линии наверное ну наверное наверное это все таки ну да так это снова опасные повороты как вы уже видели так и а это уже олень значит это дикие животные препятствия приближение к железнодорожному переезду опасные повороты приближение к железнодорожного переезда так уступи дорогу нет я знаю как выглядит знак уступи дорогу он и это перевернут треугольник без рисунков прочие опасности молодой водитель молодой водитель насколько я помню это восклицательный знак на желтом квадрате они вот это наверное прочие опасности да правильно так сужение дороги выезд на одностороннее движение справа выездную второстепенную дорогу справа ну мне кажется сужение дороги потому что вы здесь видно что дорога с со встречной дорогой начинает сужаться вот так ближе становится значит это сужение да абсолютно правильное рассуждение двухстороннее движение равнозначное движение уступи дорогу для этого стороне движение это круговое движение пересечения с круговым движением объезд препятствия слева объезд препятствия справа приближение к железнодорожному переезду да вот это сход камней не падение камней не стой под лавиной и стой под лавиной если вы было бы не стой под лавиной я думаю что знаю были выглядел бы вот так было вопроса табличка где было бы написано не стой под лавиной наверное либо падение либо сход камней наверно падение падение точно окно это опять сужение дороги а нет подождите не подождите встречи встречная она как бы идет сюда значит тут наоборот идет расширение дороги вот это вот это просто в заблуждение нас вводит а ну как вот так просто непонятно это встреч это это прямо это встречка или как ну рассуждение было правильно но оказывается ответ был неправильно это все-таки сужение дороги видимо видимо те кто ездит они едут все таки вот так может быть это для японцев или этих англичан которых левосторонние движения в общем как то так так парашю действий низколетящий самолет аэропорт нет аэропорт у него это синий она на синим знаке было бы парашютисты не она прошутисты-то тут не нарисован низколетящий самолет самолет он как бы видно что вот так вот вниз идет низиночку так что видимо низколетящий самолет да правильно укладка асфальта ремонт дорог дорожные работы так ну я видел такой знак сейчас когда ремонтирую дорогу значит ремонт дорог блин дорожные работы дак вот это вот это уже какое-то нелепое получилось вот это уже как-то нелепо получилось ремонт что ремонт дорог что дорожные работы это один и тот же смысл дорожные работы тоже как бы ремонт дороги ну разве что ну разве что можно могут еще не только дорогу и матери могут ремонтировать еще отбойники то есть ограждение которые рядом с дорогой так что ну короче знак называется дорожные работы но смысл один и тот же все равно опасная дорога скользкая дорога неровная дорога не неровная дорога была уже по моему это скользкая дорога если не ошибаюсь да скользко пешеходный переход это у нас дети выглядят абсолютно не так двухпутная железная дорога однопутная железная дорога пересечения равнозначных дорог так ну не знаю наверное однопутная это была бы одна черточка тогда здесь как бы здесь 2 наверно 2 нет это однопутная железная дорога вот блин а как то а как тогда двухпутная выглядеть должна тоже немного знак который ввел меня в заблуждение но так и неровная дорога выглядела не так было уже лежачий полицейский искусственная неровность ну низкие искусственные неровностью знаки какие называют искусственные неровности да так пересечения с троллейбусом но это как и ну этот вариант никак не похож на троллейбус это это трамвай вообще посещенные трамвайные линии движения параллельной трамвайной линии ну ну вот право ли наверное просто пересечение странной линии да так вот вопрос который подвел меня со шлагбаумом железно-дорожный переезд без шлагбаума осторожно поезд железно дорожный переезд со шлагбаумом наверное без шлагбаума судя по логике хотя может осторожно поездовать первый вариант угадал угадал так это знак дети это я точно знаю знак много раз такое видел так это у нас уже было точно такой же знак у нас уже был так это снова направление поворота в другую сторону правда и это тоже так это у нас крутой обрыв ремонт моста разводной мост но вряд ли это крутой обрыв потому что но не не просто так же здесь нарисованного эта палка это наверно мост разводной наверное ремонт наверно человечки выглядели с оплаты или что-то еще наверно разводной мост правильно однопутная железная дорога пересечение равнозначных дорог главная дорога пересечь ну тут видно что вот здесь вот здесь идет точное пересечение главная дорога вообще выглядеть не так знак абсолютно по-другому выглядит такой знак я часто видел на железных дорогах в тех участках где рельсы обычно там висят светофор не регулирует движение ну не вряд ли тогда знак было был наверное перечеркнут светофорное регулирование места установки светофора я думаю что нет я если вы вместо установки светофора это было это тогда бы на каждом светофоре бы этот знак висела это в этом не было бы никакого смысла ну или может быть его поставили бы что собираются поставить светофорный как-то тоже много нелепо светофорное регулирование точно так как я уже рассуждал все идет слева направо слева у нас идет подъем подъем вверх на 10 процентов собственно говоря это подъем таможни боковой ветер пост гибдд вот это это эта штука очень похожа на флюгер наверное все-таки ветер точно-точно так опасный поворот это опасный поворот или крутой поворот у нас были знаки повороты а тут просто поворот угольная шахта метро тоннель на метро наверное поезд был бы нарисован и угольные шахты будут никогда увzelе нарисовано наверное просто тоннель опасный поворот опять выезд на одностороннее движение но здесь сужение дороги сразу обе дороги сужаются значит сужение дороги по-любому так это приближение через дорожному переезду было уже выброс шебни выброс камней выброс гравия уж вряд ли я не знаю что такое шебень вообще выброс камней но это как мы будем ехать и камни будут лететь что ли в разные стороны это как-то немного странно наверно крови все-таки гравита точно будет сыпать и лететь о правильно вопросов отвечено 6 46 из них правильно 41 неправильно 5 что ж хорошо да ну вот этот знак немного в заблуждение вел этот этот знак низа оказался не соответствует несоответствующим к моим рассуждениям этот здесь я нажал случайно на неправильный ответ а этот знак я хочу заявить что это не политкорректно товарищи работники дорожной милиции то там знаки его срочно придумайте что-нибудь новое переходим к следующей теме знаки приоритета это это знак конец главной дороги это выглядит также как знак главная дорога но перечеркнут вот этот конец главной дороги так а вот это вот уже поинтереснее вот это вот я не помню кстати знаков всего 13 штук это немного преимущество движения слева преимущество перед встречным движение преимущество встречного движения наверное встречная или перед встречным вот только вот только стоит вопрос какой стрелки нужно на какую стрелку нам нужно смотреть чьи какой цвет обозначает преимущество но давайте давайте наверное выберем красный красный у нас к это как бы цвет к этому знаку неподходящий наверно потому что не запрещающий как бы знать ничего не ограничивает наверное наверное преимущество перед вот этим движением просто преимущество перед встречным движением вот вот рассуждение правильно нас повели это знак стоп движение по этой дороге запрещено движение с остановкой запрещено движение без остановки запрещено движение без остановки запрещено этот знак обозначает то что перед перед тем как там дальше ехать нужно обязательно остановиться съезд направо круговой поворот направо нет а крутой не крутой но это не похоже на крутой вроде бы ровный примыкание второстепенной дороги вот это вот больше подходит под значок больше подходит под рисунок автомагистраль но нет мы уже видимо что второстепенной дороги вот снова идет так вот похожий знак у нас уже был здесь вот к какому знаку и вот здесь какой какому цвету верить прошлый раз это был белый цвет может быть а там красный цвет нет видимо не тот давайте на черную стрелку сориентируемся но поскольку знак вот такой вот круглый я не могу быть не уверен преимущество встречного движения о все-таки правильно все-таки правильно как-то это немного необычно но правильно так снова примыкание второстепенной дороге ну разорались дети на улице так снова привыкание второстепенной дороги и еще раз так это пересечение второстепенной дороги то есть этот знак нам обозначает что здесь перекресток у нас идет очень опасное место на дороге ни в коем случае нельзя пересекать перекресток поперек запомните это этот знак называется уступите дорогу так примыкание второстепенной дороги снова а этот знак нам известен всем это главная дорога что уж мы ответили правильно на все 13 вопросов процент правильных ответов сто процентов после окончания вопросов еще раз говорю выскакивает реклама все время поэтому я выключу интернет чтобы она не выскакивал теперь запрещающие знаки это знак я знаю обгон запрещен называется ограничение максимальной скорости так движение со скоростью 50 километров в час ограничение минимальной скорости насколько я помню самого детства еще ограничение минимальной скорости обозначается и предписывающим синим знаком а это красный запрещающий знак значит это ограничение максимальной скорости стоит здесь нельзя в этом месте нельзя ехать быстрее чем 50 километров в час абсолютно верно обгон грузовым автомобиля разрешен ну да орфографические ошибки неизбежны обгон легковым автомобилем запрещен обгон грузовым автомобилем запрещен наверное грузовой автомобиль запрещен но ни в коем случае не завершён запрещающий знак же как бы обозначать красным светом то есть красным цветом грузовой автомобиля видимо видимо как раз таки и мы запрещен до правильное рассуждение идет движение с прицепом разрешено нет движение без прицепа запрещено движение с прицепом запрещено наверное с прицепом потому что ну тут все-таки нарисован прицеп ну и как это странно было бы на самом деле если бы движение без прицепа было бы запрещено прицеп это так обязательно что ли неужели есть такие моменты где нельзя объехать без прицепа это как-то странно вот вот места где нельзя ехать с прицепом это точно бывает что там прицеп мешать может а вот тут без прицепа ну это странно как ту же опасность прочь опасности конец опасности опасность дендер здесь наверное просто опасность говорите нас о том какая опасность и написаны так перечеркнуть и черно-белый знак обозначает что это конец ограничение какого-либо нарисованное нарисованы в этом знаке это конец запрещения обгона грузовым автомобилем ну а этот знак мы знаем с вами все вам он также известен по модам на когда стать соседа когда я ставлю минусы как плохой мод знак кирпич ну а называется точно въезд запрещен да такой знак минус очень похож на знак и кирпич в оценках на моды когда соседа перегон скота движение грузовых повозок разрешено нет движение грузовых повозок запрещено со скотом у нас уже было значит грузовые повозки запрещены так ограничение массы платный проезд 7000 рублей не 7000 были где выглядели так движение грузовых автомобилей с массой более 7 тонн запрещено ограничение массы видимо ограничение массы здесь не нарисован никакие грузовые автомобили видимо просто ограничение массы да правильно так машина и сверху огонь преимущество движения транспортных средств с проблесковыми маяками проблесковые маяки это как мигалки на полицейских машинах они не могут выглядеть как огонь этот вариант там не подходит движение транспортных средств по брызковыми маячками запрещено тоже не нам не подходит еще раз говорю это мигалки ну и наконец движение транспортных средств взрывчатыми легко воспринимающимися грузами запрещено вот это правильный ответ так знак стоянка запрещена и тут две черточки не помню что они обозначают сейчас попробую сейчас надеюсь поймем станка запрещена во второй день месяца во второй день но это как-то странно почему именно во второй день месяца а если бы в 13 день месяца это 13 черточек было бы что ли не рисован не вряд ли не этот вариант вряд ли нам подходит остановка запрещена по четным числам месяца нет остановка запрещена выглядит с двумя вот этими линиями а тут одна это стоянка запрещена то есть получается две черточки это четная а одна это нечетная с одной тоже видел хорошо хорошо понятно так этот знак говорит нам о том что здесь разворот запрещен конкретно вот это это разворот разворот налево запрещен разворот налево это как вообще это 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 как может быть такое вообще это невозможно поворот налево запрещен вот это правильный ответ стоп контроль но судя по надписи Это контроль как раз таки будет Платная стоянка Велосипедов Нет Пересечение С велосипедной дорожкой Нет Движение на велосипеде запрещено Движение на велосипеде запрещено Вот это верный ответ Так, а это у нас что? Дистанция на парковке Ограничение максимальной дистанции Ограничение минимальной дистанции Судя по моим рассуждениям По поводу одного из предыдущих знаков Где было ограничение Максимальной скорости Там я говорил, что предписывающие синие знаки Обозначают минимальную скорость А запрещающие Красные знаки Обозначают максимальную Наверное здесь ограничение максимальной дистанции Как раз таки идет Вот так то вот Рассуждения мои пошли не в Торус Абсолютно Такое рассуждение Не касается этого знака Это ограничение минимальной Все таки дистанции Рассуждение мое Не соответствует Так, ладно Ограничение длины Ограничение высоты Длина выступающего груза Не более 4,5 метра Ну тут не только может быть 4,5 Наверное просто ограничение высоты Это название знака Так, движение пешеходов запрещено Вот это точно верный ответ Условия недостаточной видимости Это не подошло бы Потому что Ну, как-то вот Не обозначена никакая недостаточная видимость Движение пешеходов С 18 до 22 часов запрещено Если бы было так Если бы было так, то под этим знаком Сверху была бы табличка с надписью С 18 00 до 22 00 А тут нету этой таблички Значит просто движение пешеходов запрещено Вот так вот Движение механических транспортных средств разрешено Нет Движение грузовых автомобилей запрещено Нет Это не грузовый автомобиль Движение механических транспортных средств запрещено Вот это верный ответ Ограничение минимальной дистанции Ограничение длины Ограничение максимального расстояния между всеми транспортных средств Ограничение длины, наверное Да Этот знак я знаю с самого-самого детства Знак называется стоянка запрещена Так И сразу же следом идет за ним Следующий знак по нему Вот это, кстати, мой самый любимый знак Дорожного движения Самый Мне больше всех он нравится Он называется Остановка запрещена Так, а теперь стоянка Запрещена По нечетным числам Месяца Вот здесь одна черточка И это означает, что Как бы Как бы это нечетное число Поэтому стоянка запрещена Блин, я не Не прочитал что ли Нас Не прочитал первое слово Остановка Это Нет, остановка Это две линии Короче, я нажал не туда Вот и все Стоянка Я знал, что стоянка Но Я, видимо, засмотрелся И Заговорился И Нажал не туда Как-то сказал Остановка Нет, это не остановка Это именно стоянка Так Конец запрещения Обгона Это у нас Так Пограничный контроль Проверка документов Таможни Ну уж Явно Не просто так Здесь написано Слово Таможня Видимо Таможня Движение Тракторов Разрешено Круговое движение Тракторов Разрешено Нет, не круговое Движение Тракторов Запрещено Вот это Правильный ответ Конец Ограничения Конец Зоны Ограничения Максимальной Скорости Этот знак Я тоже Знаю Очень-очень Хорошо Он называется Движение Запрещено Просто Круглый Запрещающий Знак Без рисунков Ограничение Ширины Ограничение Длины Узкий Мост Но это Наверное Ограничение Длины Все-таки Тут Как-то Все-таки Тут Как бы Вот так Вот идет Поэтому Наверное Длины А блин Все-таки Ширины Видимо То, что Вот стрелки Туда Показывают Значит Это Наверное Все-таки Типа В ширину Вот так Вот идет Ясно Тогда Длины Наверное Это Были Те стороны Стрелочки Движение Мотоциклов Разрешено Это Сразу Отбрасываем Этот вариант Движение Мотоциклов Запрещено Движение Мопедов Запрещено Честно Говоря Может быть Кто-то Из вас Удивится Я не знаю Как выглядит Мопед И не знаю Чем Отличается От мотоцикла Но вот Как раз Таки В той Книге Про Которую Я говорил Я Помню Этот знак И вроде Бо Он Про Мотоциклы Был Давайте Выберем Мотоцикл Да Правильно Абсолютно Правильно Движение Грузовых Автомобилей Тракторов Средства Ограничение Массного Транспортного Средства Вот эта штука Очень похожа На ось Наверное Это как раз Таки Про нее И написано Так Это у нас Что Пионерский Лагерь Закрыт Вы знаете Это нелепый Ответ Я его Точно Не нажму Так Перегон Скота Еще Более Нелепый Ответ Подача Звукового Сигнала А вот Это Правильный Ответ Подача Звукового Сигнала Запрещена Как раз Таки Тут Труба Которая Нажимаешь Вот сюда И звуковой Сигнал Сдает В этом месте Нельзя Бибикать Так Конец Кругового Движения Нет Тогда Тогда Тут бы Были бы Стрелочки Показывающие Круговое Движение Конец Всех Ограничений Конец Движения И конец Движения Это Как раз Таки Имеет он Смысл Со знаком Движение Запрещено Это было бы Одно и то же Практически Я бы сказал Здесь Просто Ничего не нарисовано Видимо Это просто Конец Всех Ограничений Да Правильно Правильно Поворот Направо Запрещен Да Это Именно Направо Поворот Запрещен Дорога Для движения Транспортных Средств С опасными Грузами Запрещено Не значит Это Подходит С опасными Грузами Запрещено Движение Грузовых Транспортных Средств Запрещено вот это то что она оранжевым обозначена это видимо цвет предупреждающий об опасности наверное я не я конечно не уверен но наверное все таки как раз таки этот вариант будет а вот теперь точно теперь буду уверен движение грузовых автомобилей запрещено но тут и 8 т они просто также наверно описаны хотя движение грузовых автомобилей по ходу запрещено так 36 вопросов всего из них правильно 33 неправильно 3 да здесь здесь я ошибся по-честному здесь я случайно зачитался и нажал не на тот вариант здесь мои рассуждения не соответствовали этому знаку ну и и все переходим к следующему знак следующей теме предписывающий знак уже 37 минут не прошло бы предписывающие знаки они такие синие и они наоборот это противоположность запрещающих знаков так и красная линия это всегда обозначает конец действия этого знака до нашем случае это конец пешеходной и велосипедной дорожки с разделением движения конец зоны ограничения зоны с ограничением минимальной скорости синий знак это уже ограничение минимальной скорости как раз таки да движение разрешено прямо движение прямо или налево этот знак обозначает что здесь можно ехать только прямо или налево то есть направо ехать здесь нельзя только движение 0 прямо и налево начало велосипедной дорожки велосипедная дорожка стоянка велосипедов велосипедная дорожка это я точно знаю круговое движение этот знак называется так объезд препятствий справа объезд препятствий слева встречное движение и встречное движение выглядело бы явно не так объезд препятствий слева наверное так движение направление направление движения 1 процесс с взрывчатыми грузами я уже понял что это про опасные грузы из предыдущей темы как раз таки и мне уже горло болит столько говорить направление движения транспортных средств с опасными грузами вот да не с тяжелыми именно с опасными конец велосипедной дорожки если бы движение на велосипед запрещено это выглядело бы не так это был бы круглый красный знак тогда так мы видели уже такой знак но запрещает запрещающий теме запрещающих знаков это уже обозначает ограничение минимальной скорости в то время как запрещающий знак с красным круглым молотком уже максимальную скорость ограничивает то есть этот знак обозначает что именно здесь нельзя ехать медленнее чем 50 километров в час как минимум 50 километров в час вы тут должны ехать вот так вот я же говорю я же говорю синий предписывающий знак это полная противоположность запрещающих знаков конец велосипедному движению конец пешеходной велосипедной дорожки совмещенным движением пешеходная велосипедная дорожка со зим движения вот совмещенные движения так понимаю пешеходная велосипедная дорожка с разделением движения до с разделением движения потому что вот здесь не просто так вот это черточка нарисована коротки она здесь у нас идет так вот движение направо или налево движение разрешено в обе стороны зона разворота налево или направо не раз разворот быть таким просто-напросто не может как я уже говорю так движение разрешено в обе стороны движение направлено лево по студии оба варианта имеют один и тот же смысл но наверное для названия больше подходит именно этот вариант оставь велосипед на парковке это знаю это знак который обращение какое-то к нам делает уж явно знак так бы не назывался парковка велосипедов пешеходная велосипедная дорожка с разделением движения ну так у нас такой знак уже вроде бы был только велосипед по он был здесь пешеход здесь знак не имеет никакого отличия по сути только видом своим разве что с разделением движения направление так нет не тяжелые опасные грузы вот так это знак движения прямо он обозначает что здесь можно ехать только прямо нельзя здесь поворачивать налево или направо видел кстати одно видео с регистратором там короче один из автомобилистов не заметил знак движения прямо и решил повернуть налево он там уже включил поворотник и там водитель с регистратором ему кричит здесь прямо только я говорю прямо только дебил блин и он все равно поехал налево не услышал автор видео так разозлился что блин написал заявление в гибдд и паре доставил туда видео с нарушением я бы на его месте бы не стал бы париться из-за этого тратить время на гибдд по моему можно было просто забить потому что но это конечно нарушение правил дорожного движения но это но это не повлекло никаких тяжелых последствий никаких дтп не произошло так что можно было просто забить так одностороннее движение но это движение прямо еще раз говорю короче это пешеходная дорожка то есть это тот участок на дороге это не тротуар это именно участок на дороге который выделен выделен специально там с краешку участок дороги который предназначен как раз для пешеходов пешеходная дорожка здесь можно это движение прямо или направо это поворот налево или нет движение налево то есть здесь можно только поворачить налево и никуда в другую не прямо ни направо нельзя так снова опасные грузы и этот знак у нас опять уже был конец пешеходной велосипедной дорожки за разделение движения так объезд препятствия слева или справа обычно вот что на северо севера а этот господи юго-запад стрелка туда обозначает это как по компасу смотреть или на юго-восток это ну то есть по диагонали это означает что объезд препятствия у нас в данном случае движение направо так опять знак который у нас уже был пешеходная велосипедная дорожка совмещенным движением так объезд препятствия справа было 24 вопроса я на все ответил правильно отлично знаки знаки сервиса я просто открывал уже приложение по моему из оставшихся здесь меньше всего всего 20 знаков знаки особых предписаний вот их очень много 62 штуки аж информационных знаков тоже много полу 50 с хреном 53 знаки дополнительной информации вот а вот их сколько я не знаю давайте посмотрим 67 ни хрена себе ладно короче давайте по быстренькому знаки сервиса тогда просмотрим остальные темы на следующий выпуск отложим все в один выпуск точно не влезет так святой источник вода из-под крана питьевая вода но вряд ли святой источник выглядел бы именно так святой источник это 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 какое-то именно место из из камней там вода течет как водопад не уж точно не из-под крана вода из-под крана наверно подходит питьевая вода обычно питьевая вода это не считается как вода из-под крана отклоняем пока мне нужно позвонить с телефона ответить пока не могу алия с ватсапа отвечать не могу потому что мне телефон видео записывать поэтому перезвоню с телефона что хотел это вчера я тебе звонил и дозвонить снимок до нет на так продолжаем короче говоря святую источник вода из-под крана я так понимаю вряд ли питьевая вода это из крана нет это питьевая вода выходите сказать так еще одно обращение к тем кто придумывает знаки поменяйте этот знак вода из-под крана не должна быть питьевой питьевой вода это ну нарисуйте стакан с водой ё-моё вот это более бы подходила а у кого-то ремень свистит блин на улице кафе пункт ресторанного обслуживания пункт питания этот знак вроде бы называется просто пункт питания потому что здесь он вилка и нож никакого кафе ничего не написано пункт питания пункт просто пункт питания так wc это туалет и женский туалет вроде бы туалет так вот кстати я по вот этот знак я помню с крестом он как бы лечебный что обозначает это пункт первой медицинской помощи знак больницы она тоже с крестом но там под ним еще кровать я я помню я помню этот знак с детства тоже пункт первой медицинской помощи в данном случае у нас так радио зона приема радиостанции передающей информацию о дорожном движении пользоваться радиосвязь запрещено нет тогда знак был бы круглый зона радио помех наверное зона приема радиостанции но помехи я думаю так бы не выглядели так пункт санитарной обработки азэс это автозаправа это автозаправка вообще мойка автомобили вот это правильный ответ телефон это телефон у нас так телефон экстренной связи судя по надписи сос сос это у нас всегда же экстренная связь так транспортный контроль пункт транспортного контроля судя по названию пункт контроля международных автомобильных перевозок ну как то странно почему тогда написано транспортный контроль это это надписи просто вводит нас в заблуждение наводит чтобы я сюда нажал плана международных вот то что такие между это международный так автомобиль обозначить как-то странно пункты диагностики разводной ключ через 100 метров типа разводной ключ лежит хотите подберите но это нелепый ответ это техническое обслуживание автомобилей то есть через 100 метров техническое обслуживание автомобилей техосмотр техосмотр его еще называют шалаш разводной мост кемпинг но это никак не похоже на разводной мост но и шалаш это было бы странное название для знака видимо просто кемпинг так если бы здесь был крестик красный это была бы больница а в данном случае это гостиница или мотель это гостиница или мотель так 800 метров до заправки заправка есть вариант но полное название автозаправочная станция так полиция милиция ну здесь написано полиция значит полиция так через 100 метров вас ждет полиция вот так вот имеет знак связь так 9 канал зона радиосвязи с аварийными службами зона радиосвязи с начальством зона радиосвязи с ремонтными дорогами с ремонтными службами а вот это я уже не знаю 9 канала так это к чему относится я не знаю тут придется угадать давайте неправильный 9 канал это аварийные службы ну ладно это знак я знаю это место отдыха вырубка ли запрещена но это был бы красный знак тогда и с топором продажа елок но тут цена наверное была бы написана место отдыха судя по вот этой скамеечке это место отдыха ДПС под дорожно-патрульной службы это у нас идет оздоровительный лагерь выезд на набережную бассейн или пляж но судя по тому что здесь купается человек наверное все таки бассейн или пляж госпиталь так вот это больница госпиталь и больница это по сути одно и то же почти но в данном случае знак называется именно больница транспорт на метане авто транспорт на метане автомобильная газозаправочная станция огнетушитель наверное давайте огнетушитель попробуем о правильно так три неправильных ответа из 20 здесь здесь я не знал здесь тоже не знал этот транспорт эта надпись вела в заблуждение но и здесь знак не политкорректный опять какой-то получился ладно остальные темы в следующем выпуске продолжим и так уже целых 50 минут потратили а на сегодня все с вас подписываться с меня эпичные видосы подписывайтесь на мой стримовский канал спалиру вконтакте учите пдд знайте правила и всем пока спасибо спасибо спасибо